МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинный регион, у студии Екатерина Градницкая. Витаю вас и сегодня у выпуску. Глядите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сельская господарка, промысловость, туризм, молодежная политика. Во всех этих накерунках готовы супрацовничать с Могилевской областью китайские партнеры с провинции Хэнань. Замежная делегация с визитом у областных центров. Про перспективы супрацовничества говорили облвыконками на встрече с керавництвом в области. Китайская нехал кожному и одразу обмен контактами. Замежные дипломаты с провинции Хэнань ящи до перамоу раздали усім визитовки. Мауляу приехали за сурьозными и долготерминовыми относинами. А яны начались с 2003 года после первого приезда в областный центр Хэнаньских гостей. С 2014 столицы Могилев и Чжэнчоу городы побратимы. Есть и экономичный эффект такого супрацовничества. Товарооборот Могилевщины и Китая летать склав 62 миллионы долларов. Папуляризация белорусских товаров на перспективном китайском рынке допомогла минавито Хэнаньская логистичная компания. Есть намер супрацовничать и надалей. Если говорить о логистике, это очень важное направление. И особенно, что касается продуктов питания. У нас также есть свои технологии в производстве мяса и молока. Поэтому мы будем стимулировать и поддерживать наших предпринимателей, чтобы они приезжали сюда для создания совместных предприятий. Мы всерьез рассчитываем на привлечение бизнеса уже в совместное. проекты. Сегодня тоже об этом много говорилось. И мы надеемся в ближайшее время, составив определенную дорожную карту, расписать направление сотрудничества и двигаться по данным направлениям. Шмат слов по часу встречи про белорусскую природу. Без конца и зелень – амаль экзотика для китайцев. Тому туризм – еще один знакерунка у супрацовничества. Баки домовились разглядеть махчимости для организации таких вандровок. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новины региона. Выйсти на работу без страты и створать новые прасовные мессы. Для этого Крычевскому району необходим свой инвестиционный бизнес-проект. На думку членов рабочей группы Могилевского облвыконкама, створить его можно на базе иснуючей цементной вытворчасти. Об выполнении задания социально-экономичного развития района – наши корреспонденты. Крышуцаментно-шифер, комбинат железобетонных вырубов, завод цементно-стружочных плит за пять месяцев ухода спрацевали со стратами. Одни терпят страты от неудалой инвестиционной финансовой деятельности, другие – працуют не в полную моц. Складанность ее и на инших предприемствах. Крышевский район последние годы столкнулся с серьезным испытанием. Это и проблемой, это вынужденное сокращение большого количества людей, работающих с предприятий Крышевцамента-шифер в связи с сложившейся объективной ситуацией на рынке продукции данного предприятия. И, конечно же, сейчас еще не смогли полностью преодолеть данной ситуации. И это, конечно же, влияет в целом на определенное развитие Крышевского района. За первое по уходе в районе створили 73 новых працонных мест. Частка зьих за кошт увядения оборот шести объектов моемости, якие ранения не выкористовывались. Однако полностью вырешить проблемы рынка праций у района Покуль не удается. На бирже значится 131 беспрацонный. Мородные темпы и ростозаработные платы. Уся надея на новые вытворчести. Их плануют створить за кошт притягнения замерных инвестиций. В четверг подписан протокол, меморандум соглашения с китайскими коллегами, скажем так, по производству грибов. Воинская часть уже предоставила нам эти помещения. То есть они уже могут сегодня прийти здесь работать. Есть намерение. У нас имеется небольшой швейный цех на предприятии Белшина, который они договорились с частным предприятием, который будет расширяться. И уже сегодня им требуется 150 швей. Вводятся в строй цех несъемные опалубки на предприятии Белзарубежстрой, которые позволят вести строительство домов законченным циклом. Они будут использовать свою продукцию непосредственно уже с этой опалубкой. Тоже нам даст дополнительно более 30 рабочих мест. Однако, по слову Дмитрия Харитончика, такого инвестиционного пашпорта району недостатково. На думку наместника старшини Абл Ваканкама, треба распразовать проект, який можно будет презентовать бизнес-партнерам Могилевшины на делах в их сустречах областного узровня. Начинать нужно с малого. Чтобы отработать и наработать практику, нужно сделать хотя бы один внятный инвестиционный проект и его дальше предлагать. Потом разрабатывать на базе этого, по аналогии с этим проектом, разрабатывать любые другие идеи по другим направлениям. Предлагать именно конкретно какое-то направление, по которому район понимает, что имеет определенные преимущества. По мерковании рабочей группы Абл Ваканкама для Крышевского района перспективы у новых подыходов до вытворчатся цемента. Для этого на Крышевшине есть все. Добрая логистика, готовые працонные кадры. На распроцовку этого бизнес-проекта района отвели три месяцы. Наталья Ильинич, Виталь Алексеенко, Новины региона. У субботу, 21 липня, у Дрыбин на встречу с мясовыми жахарами приедет старшиня постоянной комиссии по региональной политике и мясовым самокерованием Совета Республики Национального Схода Беларуси Александр Папков. Прием граждан отбудется в будинку Дрыбинского района Крышевского района в кабинете номер 62. Попереднее записаться на прием до Александра Папкова можно по телефону в Дрыбине 25 324. Два микроавтобуса с ломом колярового металла затримали правоохолники в Дрыбинском районе. Супроводжальных документов на груз у водителей не было, и они подлумачили, что металлолом сбирали самостоинно, а так само скупляли у насельництва. Груз везли у горки, каб сдать у приемный пункт. Один с водителем ранее уже троплял у поля сроку милиции за аналогичное правопорушение. Правоохолники конфисковали коля 1600 килограммов колярового металла на перевозчика ускладенной администрационной протоколы. Як поведомили областным управлением внутренних справ, за першой погодзе на Могилёвшине конфисковали больше за 170 тонн металлу, а маль 6,5 тонн колярового и 165 чорного. Аграры плануются тримать добрый объем зеленых кормов. В области почался другой укос. Убрать травы треба на площади 115 тысяч гектаров. Уроджайность первого укоса будет выше, и говорить облсельгаз-харчы. Холодная весна сапсывала першой урожай травы. Злаковые дрыны росли и выспевали. Теперь на двор я разбавилась теплыми днями и дождями, что стануча отбивается на травах. У основным у господарках в области сеют суми сетрау, где конюшина и злаковая займают большую частку. Все лето задание по зеленых кормах назапасить не меньше за 32 центнеры на умовную голову скота. Так само у паудневых господарках в области почалась уборка рапсу и подрыхтока до основного жнева. И полным ходом идея процока бульбы. Дарыча, разлики на урожай другого хлеба добрые. Клубни развиваются отповедно терминам, отзначили у Аблсельгаз-харчы. Первый урожай, первый заробок. Больше за пол тысяч рублей заробила Пачаповская средняя школа с Краснопольского района на продаже саджанца у плодово-ягодных рослин. Три годы тому установа дукации стала переможцей в конкурсе по створению годовальника плодово-ягодных рослин. Проект был реализованный при финансовой поддержке Глобального экологического фонда и Международного фонда развития сельско-господарских территорий. У годовальнику Пачаповской средней школы каля 5 тысяч саджанцев розных культур. Первую их парту и реализовали покупникам. Отриманные гроши плануют снакеровать на развитие школьной материально-технической базы. А кроме этого годовальник – практичная пляцовка для экологичного выхования пачаповских школьников. Наши дети уже умеют черенковать смородину, разводить. Мы уже в этом году продавали свою, и уже ягоды первые появились. Именно не ту, которую закупали, а наша, своими руками выращенная. Дети умеют обрезать деревья, обрезать фруктовые деревья и кустарники. Проект этот в большей социальной направленности. Ежегодно 10 семей получают от нашего питомника саженцы плодово-ягодных культур. Этим повышает свою финансовую стабильность семьи. Выпускник архитектурно-будовничего колледжа Андрей Горкин одновил мигилю в начале 2020 года. Как выглядывал исторический центр города, можно увидеть в 3D-проекте. Особливую увагу молодой архитектор надал храмам, что находились на этой территории в тот час. На виртуальную экскурсию запросили и нашу здимучную группу. На экране вы видите историческую часть города Могилёва. Такой она была в 20 веке. На этот 3D-проект Андрей Горкин потратил по угады. Разом с выкладчиками они выучали архитектуру тех часов по книгах и фотоздимках. А трималось выяснить, что в начале 20-го года в центральной части Могилёва было около 30 храмов православные, католитские и иудейские. А у архитектуры переважал стиль барокко. Вот на месте вот этого здания стояла Спасоперебреженская церковь. Её отличительной чертой было то, что апсида была квадратной, а не полукруглой, как во всех православных храмах. Однако один из самых цикавых для молодого архитектора объектов костёл Святого Ксаверия. В электронном проекте он обновил не только фасад, а еще и внутреннее убрание храму. Я вам покажу костёл Святого Ксаверия, который стоял напротив драмтеатра. Вот здесь был драмтеатр, вот здесь он стоял. Можем даже зайти внутрь посмотреть. Вот так вам покажу. Такая экскурсия, потому чего уже нету. Да, эта дорога восставит. Вот примерно так он выглядел внутри, росписи иезуитские. Костёл Святого Ксаверия стоял на театральной площади и в вышине был каля 37 метров. До речи, есть звездки, что частки фундаменту заховалися. Правда, под пластом асфальту. А частка будинку музея этнографии, рештки иезуитского коллегиума при костёле. Архитектура, она эту память несёт в себе. Она зримая, да? Её не надо открывать даже учебник. Вот стоит здание, и это живое свидетельство того нашей памяти, нашей славы. Всё лето Андрея тримал диплом архитектора. А теперь мусить протягивать в учёбу и марить, как по его проекте обновили костёл Святого Ксаверия. Катерна Булукова, Алена Соловьёва, Виталь Аляксейнка. Новины региона. Трэйця декада ліпень обяцая быть больше тёплой. Максимальные дзённые температуры на паудні Мугилёвшины будут досягать 27-28 градусов тепла. Однако короткочасовые опадки на вальнице не зникают с прогнозу и ночи не думают потеплеть. Сашицы за надворьем рают синоптыки. Другая декада ліпеня выдалася холодной и нават вельми холодной, говорить у Аблгідрометі. Звычайно, ліпень як середній месяц больше летній. Наприклад, летось были побиты некалькі температурных рекордів. Однак, коли узять усю картину метра на зіранню, то самый спякотний ліпень был у далёким 36-м годі, коли зафіксували середнісутршну температуру плюс 23. Нагадаєм, що середня подлічується значних і дзённых показчиків. А самым холодным названый ліпень 79-го года. Самый спякотний день месяця гэта 23-й ліпеня 2060-го года. Тоді слубки термометру паказывали 34,3 градусы со знаком «плюс». А максимально холодная ліпеньська ночь означалася ў 92-м годі, коли було у сього плюс 3. Для поравнання, у минулую ночь па в області синоптики зафіксували плюс 7, плюс 10. У Минску стартовав Чемпіонат Європи пас учасним пятиборье і перший день споборництва прийнёс медаль у скорбонку нашей сборной. Ужа ночі в эстафеті могилюшанка Татьяна Халдоба разом з гамельшанкой Катяриной Орол стала бронзовым призёром. Дзівчины спрашались о плаванні, фехтованні, конкурі і так званым комбо «бег со стральбой». Пасля трох видів программы беларускі баліся рот лідерів споборництву, а на заклюшнам этапі дзівчины сапернічалі з венгерським дуэтам, які так само пратендаваў на п'єдістал. Але наші спортсменкі балі більш трапнамі і худкіми. Такім чынам, перший день споборництву принес беларускай каманде першу медаль – бронзу у эстафеті. Золота у гэтым відзі завоевали немкі, россіянкі, сребрані і празёры. Шэмпіонат пратягваецца на перадзі яше 4 дні споборництву. Удзіл у іх беруть 128 спортсменів з 22 європейських країн. Сталі вядомы терміны провядзення міжнародного пленэру па ажі выпісі в образ радзімы увы, яўленьшім мастацтві. Йон пройдзе з 14-го жніўня па 7-е верасня. Як поведміли ў Магілівські мабалвыконкамі, 10 дзін мастаки будуть спрацаваць на академічной даші Паленова ў Тульскай в області. А потім на Магілівшшыні. Сёлітній пленэр присвечені 145 годзю з дня нарадження народнага мастака Беларусі і Расія і Бялыніцкага Бірулі. Тому і будзе проходзіць на яго радзімі ў Бялыніцкім районі. Плануюцца приєзд мастаков з 8 країн близкага і далёкага замежжа. І якшы большы навін на нашым сайці tvrmogilio.by А я з вами развітуюся. До зустрэчы! Дякую за перегляд!